Шалом! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу Шавуатов на Стамэгги ТВ. Исторический еврейский предпринимательский дух ставил представителей малочисленных еврейских общин на ключевые позиции в странах их проживания. Евреи занимались торговлей, часто производя свою продукцию, а также используя и внедряя свои знания в массы. Они всегда могли приумножать свои капиталы, но зачастую теряли все из-за приверженности к своей религии. Еврейские капиталы использовались средневековыми правителями, королями, царями, султанами в нуждах государств, а порой и в личных целях. В современной экономике феномен еврейского предпринимательства не угас, а, напротив, вспыхнул с еще большей силой. Причиной этого являются благоприятный политический климат, глобализация и появление транснационального бизнеса. Сегодня мы расскажем вам о разных гранях еврейского бизнеса. В этом выпуске крупные еврейские бизнесмены будут петь, делиться опытом и рассказывать о своем пути к успеху. Итак, коротко о главном. Евреи пошли на рекорд. В рамках проекта 5.7.7.5 представители крупного бизнеса спели самую длинную в мире песню. Как добиться такого успеха? Известный бизнесмен Петр Авен делится опытом со студентами Международного еврейского института экономики, финансов и права. Он начинал свое дело в условиях репатриации, о построении удачного бизнеса в Израиле. Михаил Ильганаев говорил в беседе с нашим корреспондентом. Еврейский бизнес в России. Об этом наша историческая справка. Горско-еврейский бизнес в Москве. О своем деле рассказывают представители общины, успешные предприниматели. Известные российские и израильские бизнесмены исполнили партии в самой длинной песне. В Москве началась запись проекта «Музыкальный марафон 5.7.7.5». К еврейскому Новому году должна быть записана самая длинная в истории человечества песня, которую в общей сложности исполнит 5.775 человек по всему миру. Марафон был назван «5.7.7.5» в связи с тем, что диск с песней будет выпущен к началу 5.775 года по еврейскому летоисчислению. Растянутый на несколько десятков часов хит Леонардо Коэна «Аллилуйя» должен попасть в книгу рекордов Гиннеса. На записи побывала и наш корреспондент Анастасия Данилова. В студии звукозаписи Игоря Сандлера в этот вечер собрались известные российские предприниматели и общественные деятели еврейского происхождения. Поводом для мероприятия послужил проект «5.7.7.5», организованный при поддержке Российского еврейского конгресса. Целью проекта является запись самой длинной песни в мире. Организаторы мероприятия задались целью установить новый мировой рекорд и попасть в книгу рекордов Гиннеса в номинации «Самая длинная когда-либо записанная песня». До сегодняшнего дня самой длинной песней считалась композиция группы «The Hoosies» – «Stop Giving Me Verses», которая длится 45 минут 13 секунд. Не возникает сомнений, что новая версия «Аллилуйя» не просто побьет предыдущий рекорд, но и превзойдет его во много раз. Ведь хронометраж песни обещает быть просто немыслимым. Больше двух суток. Нон-стоп будет идти, конечно, прослушать одновременно будет невозможно через паузу. Кроме того, рассчитывается установить рекорд еще в двух номинациях. Песни, в записи которой приняло участие самое большое количество исполнителей, и песни, в записи которой приняли участие исполнители из самого большого числа стран. Это 5 775 человек споют по несколько секунд каждый. Мы на фестивале на все ездим, и Дикой Мяты, и другие фестивали прописываем. Там бывает по 100-150 человек в день. Но на фестивалях. А так здесь каждый день, все время музыканты, любители. От Йоси Давыдовича Кобзона до Бурановских бабушек уже у нас пропели. Желающих поучаствовать в выполнении этих задач оказалось немало. Михаил Фридман, Борис Минц, Герман Захаряев, Клара Новикова и другие бизнесмены и деятели культуры с удовольствием записывали отрывки песни в своем исполнении. Собрать 6-6 человек спеть возможно, но собрать именно эту песню, именно в этот год, именно 5-7-7-5, по-моему, это такой замечательный духовный поступок. Материалом для записи послужила легендарная песня «Аллилуйя», написанная канадским музыкантом еврейского происхождения Леонардом Коэном. Леонард Коэн, у него в этом году юбилей, 80 лет. Этому легендарному певцу, поэту, композитору, и как раз мы к этой дате и готовим, поаплодируем легендарного мэтра. Выбор именно этой песни вызвал одобрение у всех, без исключения участников марафона. Хорошая песня. И хорошо длится. Поучаствовать в записи может любой желающий. У нас есть вариант зайти к нам на сайт и с помощью онлайн-диктофона очень быстро за несколько минут принять участие, спеть бета-припев. И также прийти в любой день в нашу студию и записаться здесь в студию. Кульминацией вечера стало выступление израильского певца Эдди Батлера. Он исполнил хит «Аллилуйя», а гости активно ему подпевали. «Аллилуйя», а гости активно ему подпевали. Трудоемкий процесс записи песни предположительно займет еще несколько месяцев. Если они не успеют к Новому году, так это будет когда-нибудь другой. Но в течение 5775 года мы постараемся помочь им, чтобы они успели. Вечер продолжился разговорами в приятной почти домашней атмосфере и выступлениями артистов. А мы, как и все гости вечера, надеемся, что диск с песней рекордсменам будет выпущен, как и планировалось, в канун Нового, к 5775 года. Как видим, известные бизнесмены-евреи не забывают о своих корнях и помогают в реализации различных еврейских проектов. Помощь бывает разной и не обязательно только финансовой. Кто-то даже делится своим опытом. Так председатель Совета директоров банковской группы Альфа-Банк Петр Авен провел встречу со студентами Международного еврейского института экономики, финансов и права. О чем рассказал молодежи, экс-министр внешнеэкономических связей России, предприниматель и коллекционер? Все самое интересное из этой встречи в материале Леры Андреевой. Сегодня в нашем институте выступал председатель Совета директоров банковской группы Альфа-Банк Петр Авен. Я его знаю с детства. Мы вместе учили в школе. Он где-то на два года младше меня. У нас был общий друг, с которым мы, скажем так, встречались на днях рождения. Петр Авен впервые за все годы, которые я его много лет знаю, сказал о том, что он алахический еврей, что мама еврейка, потому что про отца Латыша как бы знали многие. Его карьеру можно посмотреть в любом справочнике. Там сказано, как он был министром внешней торговли России. Значит, он очень разносторонний человек и не только, так сказать, миллиардер, но и ученый, профессор высшей школы экономики, коллекционер, играет за команду минора в хоккей. То есть он человек как бы разносторонних интересов. У нас с партнерами один из самых больших сейчас благотворительных фондов юристик в мире, Дженнис. Не могу поэтому сказать, если кому-то интересно. И мы недавно изучали, мы на самом деле, если кто-то знает, тоже мы объявили премию 1 миллион долларов в год, которую учатся будет теперь каждый год самому выдающемуся, не обязательно не еврею, а человеку, полуеврею, может, отчетки еврею. Я вообще человеку, который будет артикулировать и ясно объяснять, что еврейское воспитание могло ему добиться в жизни того, чего он добился. Его выступление, это действительно был профессиональный такой неформальный разговор, в котором все-таки вот человек коснулся самой, наверное, такого сильного стороны вот этой вот момента своей жизни, а именно его участие в реформах 90-х годов. Я первый день пришел на работу и получаю срочный ренессивный из Неш-Коломбанка, который мне подчинялся, то есть предприятие обязанности. И там написано, что в стране 20 миллионов долларов, это все валютные резервы стоят, 67 миллионов в первый день. Потом цифра попала до 20. 67 миллионов долларов, это все валютные ресурсы у каждого суда. Сейчас у нас 500 миллиардов, если вы знаете. Тогда был день 67 миллионов, первый день. А надо закупать и платить, потому что в тот момент, в чем все покупало, за зерно, за инсулин и так далее. И реально, вместо того, чтобы писать бумажки, надо ехать к американскому послу и уговорить, чтобы они бесплатно в долг отпускали, как минимум инсулин. Мы начали открывать обменные пункты в Москве. Я выступал в Думе государственной, рассказывал, что через полгода в Москве будут обменные пункты. Может быть, пойди, купить, брать валюту. Соответственно. И там, значит, в зале начался хохот. Они смеялись. Я объяснял, как это будет. Ну, просто пришел, дал доллары, курс. Они смеялись. И один доктор наук встает и говорит, товарищ министр, с большой вздевкой. Они там все взрослые, всегда такие депутаты. Товарищ министр, вы что действительно считаете, что можно вот так вот прийти в обменные пункты? Может быть, купить доллары за рубли? Я говорю, да, он же егод, это он принимает. Я говорю, а что такое? Он говорит, ну вы что не принимаете? Вы же экономисты. Долларов же не хватит. Многое удалось. Мы не удались абсолютно внеэкономические вещи, связанные с теми глубокими ментальными верованиями, которые есть. Я считаю, что если говорить про... Я тоже тысячу раз говорю по интервью. Например, мы считали, как все люди, получившие экономическое образование, особенно окончившиеся отлично в Московском государственном университете, а у нас все там в команде, которые такие были. Мы считали, что экономику поменяешь, поменяется вся страна, вся жизнь поменяется. Это оказалось не так. У меня было 30 тысяч долларов накопленных после работы в Австрии. Я пытался создать конституционную компанию. Потом познакомился, на этом деле, познакомился с Мисс Фридманом, с Альфой, и мы, значит, с ними работали. Ну, у меня была простая идея, как обычно. У меня были идеи, но не было денег, соответственно. Я сказал тех, кто их посинансирует. Надо хорошо понимать, если выкладываете деньги, вы 5 лет будете в любой новой сфере терять. Ну, просто терять. Мы стали зарабатывать в Альфа-банке деньги через 15 лет. Реально. Мы вкладывали, 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 вкладывали. Сейчас Альфа-банк ежегодно зарабатывает около миллиарда долларов после налога. У нас есть такой партнер, Саша Кнастер, тоже математик, он живет и проявляет нашими миллионами за границей. Он сказал такую фундаментальную вещь, что в нашей философии мы не можем покупать то, что не считается. Это во многом вопрос веры. В интернете вопрос веры. Петр однозначно считает, что малым и средним банкам по существу, ну, за малым исключением нет места. Можно это считать, что это позиция, это, кстати, акционера крупного банка, но это как вот, кто как воспринимает. Выбор банка – это экономическое решение. Если вы принимаете неразумное экономическое решение, кто должен вам для этого компенсировать? Это ваше решение. Почему балансы банков? Смотрите, историю. Есть Бербанк, есть ВТБ, есть Альфа. Точка. Совершенно однозначно прозвучало, что санкций, способных порвать связи с Западом, не будет. Он не верит, что это возможно. И однозначно прозвучало, что Альфа-банк, значит, в точном соответствии с рекомендациями еврейской общины России, не будет заниматься политикой. Не, конечно, это политический вопрос, мы точно не будем вмешиваться в ситуацию с управлением заводов. Не могу сказать, будет ли у нас преподавать Петр Равен, но я думаю, что мастер-класс он еще проведет. Традиции успеха в экономике и бизнесе. А сформулировав более смело, можно сказать так – экономика и бизнес в наших традициях. Мы продолжаем. Шавуатов. Начинать свое дело непросто, особенно если это происходит в условиях репатриации. Даже тот, кто в стране исхода много лет занимался бизнесом, начинать его в Израиле не торопится. Пугают многие факторы – языковой барьер, незнание законов, да и страшно потерять пусть маленькую, но стабильную зарплату наемного работника. Вот и получается, что очень многие отказываются не только от идеи частного предпринимательства, но и от своей профессии. И много лет либо занимаются неквалифицированным трудом, либо овладевают рабочими специальностями на заводах и фабриках. И их можно понять, ведь бизнес – это риск, не всегда оправданный. Поэтому не каждый может себе его позволить. Но с другой стороны, когда мы видим чей-то большой успех, то понимаем, что он когда-то пошел на большой риск. Именно об этом в беседе с нашим корреспондентом Ольгой Нафталиевой говорил израильский бизнесмен Михаил Ильганаев. Насколько мне известно, вы родом из Баку. Да, я выроженец города Баку, но мои корни кубинские, из Кубы, Кубе. Дедушки и бабушки с обеих сторон родились в Кубе. В Баку я окончил среднюю школу. После окончания средней школы я поехал и поступил в Куйбышевский институт, где я его окончил. После окончания института опять-таки вернулся в Баку. И начал свою трудовую деятельность на строительстве гражданских объектов. И проработал там 6 лет. И в 1991 году репатриался в Израиле. Репатриация многих сломливает. Как вы прошли через репатриацию? Идти, бросать свою профессию и работать, как и все остальные, не для меня. И поэтому я решил подтверждать свои знания, свой диплом. От Министерства труда и образования я получал курсы где-то около полтора-двух лет я делал курсы. И изучал терминологии, изучал языки. И после окончания курсов меня сразу приняли на работу. Первое место работы в Израиле было государственной компанией по строительству дорог. И проработав там, еще в дочерней компании Министерства транспорта, порядка 8 лет, до 2001 года, я принял решение, уже набрав опыта, набрав связи, знакомств. И втянувшись в местную, в рынок строительный, я для себя принял решение выйти на частный рынок. Свой бизнес зачастую это очень рискованное дело. Вы не боялись, когда начинали его? Значит, передо мной стоял выбор. Я для себя сделал четкую границу. Какую дальнейшую жизнь я хочу для себя видеть? Или я превращаюсь в робота, который будет ходить и работать где-то на предприятии, или на кого-то отрабанить 8, 10, 12 часов в сутки и приходить домой. Или ты для себя выбираешь другой путь. Где-то может быть более свободным, может ее более позволить. И поэтому я принял решение в бизнес. Да, вначале было очень тяжело. Опять-таки, для того, чтобы начинать бизнес, необходимо хорошенько-хорошенько, очень хорошо изучить рынок, знать свои возможности, знать, в чем у тебя преимущество перед другими, в чем ты сможешь конкурировать. И уметь общаться с людьми, держать связи. Самое главное. Не каждый человек предрасположен вести бизнес. Это мое мнение. Поэтому, такие, которые приходят и говорят, открываюсь. Если мы возьмем статистику, у нас в Израиле, то не менее 70% с таким которым они открываются очень быстро, закрываются в течение года-полтора-два. Это статистика. О горско-еврейской общине существует очень много стереотипов. Один из них – это то, что горские женщины должны сидеть дома, у плиты, заниматься очагом, детьми. Как вы относитесь к этому стереотипу? Считаете ли вы его верным? Я отрицательно к этому отношусь. Я считаю, что женщина имеет то же самое право и должна быть в обществе. Мне известно, что вы занимаетесь меценатской деятельностью, помогаете синагогам, бедным людям. Как вы к этому пришли? Что для вас благотворительность? Помочь синагоге – это святое дело, я считаю. Я просто завел желание, им помог. И на улице кое-что им пристроить, и внутри кое-что пристроить. В какой-то период в беседе с равом синагоги, Мурдыхаем, Рав Мурдыхай, он поднял вопрос, что у нас нет изра отношений для женщин. Я взял инициативу на себя подать все необходимые документы для получения разрешения от мэрии города для совершения пристройки. И также я вам обещал, что я все это сделаю за свой счет. Я надеюсь, что в ближайшие 3-4 месяца мы получим не только разрешение на пристройку, но, как нам было обещано мэрии города, мы также получим участок земли, на котором стоит синагога, и весь участок земли переведут его на баланс Амутыстмеги. Это то, что нам было обещано. Я думаю, что мы это сделаем. С Божьей помощью. Бизнесмены еврейского происхождения несут в себе ту, взращенную веками деловую хватку, которая позволила когда-то еврейскому народу выжить в очень непростых условиях. Сегодня в списках богатейших людей мира можно увидеть десятки бизнесменов-евреев. А как вообще начинался еврейский бизнес на территории России, узнаем из нашей исторической справки. В сегодняшнем списке Форбс 24 еврейских фамилий. Первым евреем, построившим карьеру в России, был барон Петр Павлович Шафиров из семьи польских евреев, поселившихся в Смоленске. На рубеже 17 и 18 веков Петр Павлович служил сначала Петру, а после Екатерине I заключал мирные и торговые договоры. Самые известные в России финансисты клана Гинзбургов прибыли в страну в начале 19 века. Основы финансового благополучия семьи заложил витебский раввин Габриэль Гинзбург. Семья занималась винными откупами. Российские власти, хотя и вели активную борьбу с винными промыслами евреев, Гинзбургов привечали. Евзель Габриэлович прибыл в Петербург в 1859 году. Он вкладывал деньги, заработанные на винных откупах, в создание банков. В народе ходил анекдот о том, как сын Евзеля, Гораций Гинзбург, как-то ехал вместе с Николаем II в карете. Мимо проходил мужик, который, увидев эту картину, воскликнул «Надо же, жить с царем едет!». Мужика схватили и собирались высечь, когда Гораций освободил пленного и подарил рубль за то, что лишний раз напомнил ему, что он еврей. В начале 19 века евреи, поселившиеся в Дербенте, в основном занимались мариноводством, виноградарством, виноделием и торговлей. Из всех культур в те годы марена, натуральный краситель для ковровых нитей, была самой выгодной и доходной. После присоединения Дагестана к России для местных купцов открылись пути на российские рынки. Среди них были и купцы Ханукаевы, которые вывозили марену в Россию и продавали с высокой прибылью. Сегодня одни из самых видных и успешных бизнесменов Москвы – уроженцы Красной Слободы. Гот Ниссанов, Зарах Ильев и Герман Захарьяев. История человечества свидетельствует о том, что малые народы обычно постигают участь растворения в более крупных, до полного исчезновения как этнической группы. Статистика в области политологии, этнологии и социологии подтверждает эту закономерность. Может быть, поэтому удивительным кажется уникальное явление – сохранение субэтносы кавказских горских евреев, который отличается многовековыми традициями и неповторимой самобытной культурой. Горские евреи также известны своей сплоченностью, поддержкой и взаимовыручкой. Наверное, эти качества и помогают представителям горско-еврейской общины развивать свой бизнес, в том числе в Москве. Кстати, на юго-востоке российской столицы расположен универсальный торговый комплекс «Садовод», где бок о бок трудятся представители разных народов. И, пожалуй, здесь наиболее ярко проявляются деловые качества представителей горско-еврейской общины. Наш корреспондент Анастасия Данилова узнала у них, в чем секрет успеха еврейского бизнеса. И самое интересное, выполняют ли они митцву Маасер. Бизнесом я начал заниматься с 2006 года. А где? На черкезовском. Еврейский бизнес. В бизнесе все одинаковые. Надо работать. Над всеми надо работать, надо работать. Бизнесом я начал заниматься 20 лет назад. В Москве. Бизнес еврейский не бывает. Бизнес общий бывает. И еврейский, и русский, и народный. Всякий бывает бизнес. А как по-вашему, какой самый прибыльный бизнес? В бизнесе все бывают прибыльные, если умеешь правильно вести бизнес. Я работаю с 13 лет, как бы занимаюсь обувь на старом жинке, левовский рынок. Вот. И профессионал по обуви. И вот сам дизайнер по обуви, создаю свои модели. Так, с открытия садовода получилось так, что мы начали как бы сами заниматься этим бизнесом. И, собственно, скажем так, начали практически как бы в этом ангаре обувном. И на сегодняшний день наша деятельность как бы продолжается именно здесь, в этом магазине. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь особенности у еврейского бизнеса? Ну, я считаю, что на сегодняшний день у еврейского бизнеса есть первая особенность. Это быть максимально, скажем так, секретно. Это раз, это в первую очередь, это приносит бизнесу всегда успех. А с другой стороны, ну, я считаю, что сильно не надо продемонстрировать, что ты делаешь, что я здесь и чем занимаюсь. Еще в начале 90-х, как все занимались, не всегда, правда, это хорошо получается. Особенно в последнее время, что касается бизнеса. Ну, с надеждой на Всевышнего, конечно, будем надеяться на то, что все будет хорошо. Еврейский бизнес быть не может. Это такого понятия для меня нет. Есть просто еврейство и отдельно бизнес. А так евреи занимаются практически всем, как и любые остальные народы мира. Вообще лет 20 назад начинался Китай. Начинался был новый бизнес. Так в нем и остался. И какой бизнес по вашему самой привыкли? Ну, тем же, оптимально всегда тот, с чего начинаешь. Поэтому этот обувной бизнес. Рецепт успеха понятен. Начинать работать в юности, непрерывно самосовершенствоваться и стремиться к развитию. А теперь постараемся выяснить у местных предпринимателей, выполняют ли они митцву Маасер, еврейскую заповедь, предписывающую отдавать десятую часть своих доходов на благотворительность. Здравствуйте. А вы выполняете митцву Маасер? Конечно, да. Вы выполняете митцву Маасер? Да. Вы выполняете ли вы митцву Маасер? Да, выполняю. Спасибо большое. Вы выполняете митцву Маасер? Обязательно. Да, выполняем. Каждый год 10% от своего капитала раздаем детский дом, вот этот бедным, помогаем. Да, конечно, я считаю, что для нас и сегодня, и в прошлом, и в будущем, я считаю, что наши возможности увеличатся для того, чтобы мы максимально выделяли большое внимание и в финансовой сфере, и моральной, и духовной, скажем так, своей вере. Ну, я ее не могу почитать, как положено. Ну, я думаю, что выполняю. Да, конечно. Причем ежедневно. Ну, потому что каждый еврейский мужчина десятину свою должен, как бы, раздавать там бедным, благотворительностью заниматься, даже не основываясь тем, что большие прямо у тебя заработки, или средние, или даже маленькие. Поэтому это все от Бога идет у нас. На этом наш выпуск подошел к концу. В студии была Дильбар Файзиева. До встречи на Стмеге ТВ уже на следующей неделе. А начавшаяся неделя, пусть она будет только хорошей. Шавуатов, худокумек.